Да вот такое же я, как и вы, уже наконец-таки стал родителем. Спасибо тебе, Господи, что так и мне случилось. Естественно, у меня возникает вопрос. Потому что сейчас вот эта система ЕГЭ, к чему она ведет? В некоторых случаях человек, который сдает ЕГЭ, он, по-моему, уже в никаком состоянии, представляете? Целый год ему надо трудиться, трудиться. Для чего? Для того, чтобы что-то сдали красивое, а может быть, это не получится, да ведь? Ну, немножко так, косичнули и все. Раньше было понятно, да, когда были экзамены. То есть мы получали информацию и делились ею с вами. Причем 33-я школа, она мне дала очень хорошую возможность. Сегодня и сейчас, ну, не все школы настолько хороши и одинаковые. Но возникает вопрос об этом самом ЕГЭ. То бишь, еще там вещи другие возникают. То есть я, допустим, ну, как пиджак немножко в другом месте работал. Потом меня, как пиджака, решили запрячивать в армию. Я говорю, так, подождите, я два года отучился в военной кафедре. Для чего? Для того, чтобы потом пойти. Спасибо товарищу одному. А вы про него все знаете, да? Который нас решил после военной кафедры заколбасить еще и на воинскую службу. Спасибо тебе огромное, дорогой мой. Сегодня, сейчас нету ни военной кафедры, нету ничего у нас в Магнитогорске. Сегодня, сейчас, допустим, а, вот вопрос другой. То есть если бы вы хотели дать своему ребенку качественное образование, то бишь, давайте все-таки обратим свое внимание к тому, что, по сути, события у нас бесплатных контор, в смысле, которые дает вам высшее учебное образование, практически не осталось. То есть вы должны понимать, да? Теперь вопрос, а сколько это стоит? Почему вы приехали сюда, в Уральский гуманитарный колледж? Во-первых, мне был интересен вопрос, сколько бы я заплатил за то, чтобы мой ребенок, да и вас в том числе, стал бы грамотным человеком. Кстати, грамотные люди. Вот отсюда они и выходят. То есть два года они здесь, без всякого ЕГЭ поступают. Через два года это уже грамотные специалисты, которые могут работать в суде. Это неплохо по сути событий. Что такое суд? Да, не везде их сюда выпускают, но, тем не менее, куда выпускают? Все коммунистические страны. Коммунистические страны, это у нас Куба, вот такая страна. Это у нас Китай, вот такая страна. Это у нас Вьетнам, вот такая страна. То есть есть место, где можно реально отдыхать. Ну, кроме всего прочего, и Россия в том числе. А затем уже дальше, допустим, человек может пойти и продолжить обучение либо очно, либо заочно, без всяких хига. И это случается, уж поверьте мне, у всех, естественно, у кого есть дитятка ненаглядная, наступает случай, когда подросток входит в жизнь. В которой, ну ладно, если у вас с деньгами все хорошо, и если вы ему подарите машину и хату, а если нет, ну нет такого. Кроме всего прочего, высшая школа, как и колледжи, платными внезапно стали. Ну и любимая армия, причем настолько любимая, что в городе нет военной кафедры. Ну круто, да? Школа с ЕГЭ, а дальше-то что? Лапоньку вашего куда? Вот есть такой приятный колледж на Гагаре на 35. В чем прелесть? В том, что сразу после окончания достойная зарплата. А еще есть возможность нормального карьерного роста. То есть университет и кандидат технических наук. К слову, может быть, и дитятка на ваше благо, и благо государство заведет, и малость армии помашет. Ну, ну, ну! Знаете, есть популярная песня, где говорится, галочка ошибся, значит идиот в контексте ЕГЭ. Возможно, это и нужно самому образовательному учреждению, школе. Мы принимаем студентов на общедоступной основе. Мы готовы давать им знания и работать непосредственно с каждым человеком до результата. Это выбор студента. Получит он знания, захочет он эту профессию, потому что, получив профессию, он уже может уйти работать и зарабатывать деньги. То есть мы говорим, что он пришел к вам, получил два года, это все-таки колледж, да? Это не совсем институт, да? Но через два года в любом виде человек может спокойненько идти и зарабатывать деньги. Да, на первую должность судебной системы он уже может трудоустроиться и зарабатывать реальные деньги. Очень неплохо. Я считаю, что это, в принципе, хорошо. Теперь вопрос. Если он хочет еще дальше идти, то есть он может стать судьей, он может стать прокурором, он может стать начальником, естественно, если он идет дальше. А может ли он получить дальнейшее образование, ну, как это называется у нас, не находясь там, называется дистанционное обучение? В современных условиях он может получить и дистанционное, и заочное образование. Конечно, я многим своим студентам рекомендую получить очное, но если жизнь складывается таким образом, что они вынуждены работать, то подкрепив свой опыт практикой, они получат достойное заочное обучение в любом из юридических вузов и успешно продолжат свою карьеру. И при этом у них не будет никаких ЕГЭ, естественно. Современные условия построены таким образом, что, получив образование в колледже, студент может поступить в высшее учебное заведение, не сдавая ЕГЭ, на основе его собственного диплома колледжа. Я считаю, что это самый грамотный вариант, да? Зачем это нужно? Когда есть возможность получить хорошее образование, достойное образование, и затем уже работая, получить, не напрягая папу, естественно. Сколько можно папу напрягать, да? То есть папу надо напрягать до 18 лет. После 18 лет? Ну, я, по крайней мере, я вам серьезно говорю, я никого не напрягал по сути событий. Я сам так же учился. Ну, хватит, наверное, этим делом заниматься, да? Папа, что же не бесконечен? Один из приемлемых вариантов, когда ученики школы заканчивают 9 или 11 классов, идут в колледж, получают среднее образование, а на его базе уже получают высшее. А что в этом плохого? Раньше поговорка была «Ума нет, иди в ПЭД», «Сердца нет, иди в МЕД», «Коля нет, ни там, ни тут, иди в Горный Нестуд». Ну, это поговорка. Давайте про университет поговорим. Да, есть бюджет, но попасть туда безумно сложно. А есть другие колледжи. Вот здесь, на Гагарина 35, готовят хороших специалистов и в коммерции, и на благо общества. К слову, ценники не ушибают бюджет. Ну, нет такого. Два года. А дальше грамотный университет, и не только магнитка. То есть, хорошая зарплата гарантирована, дальше уже работа. К слову, можно ехать туда, где нас любят, где есть и хорошие моря, и океаны. Так что, господа, об Уральском гуманитарном колледже я бы подумал. И где мы находимся? Гагарин 35, Уральский гуманитарный колледж. Именно здесь люди получают качественное обучение. Качественное обучение и грамотный смысл жизни. Потому что, ну, понятное дело, да? То есть, к чему здесь обучают? Во-первых, человек может идти работать в суд. Извините, даже если коммунизм, то без суда ничего не получается. Потому что количество людей странных присутствует. И сейчас их тоже присутствует, естественно. Теперь вопрос, что здесь еще может получить? То есть, человек может стать качественным специалистом в области рекламы, естественно. Да, есть такая штука. Ну, еще тут много хороших вещей, по сути событий. Приходите сюда, никаких вопросов нету, потому что ЕГЭ не существует здесь в природе. Так, да, слово о том, когда вы сюда поступили, вы также можете заработать деньги. Все-таки мы говорим о том, что папа не должен слишком долгое время работать на своего ребенка, так же, как и мама. То есть, в 18 лет я никому дальше проблем у меня не возникало. Я продолжал работать и зарабатывал деньги. Даже участвовал в очном отделении энергетического факультета Магнитогорского государственного университета. Ну, тогда еще МГМИ это было. Все было абсолютно нормально и ровно. Да, два года здесь у вас проблем не возникает с армией. А затем уже после этого вы можете пойти как в наочное, так и в на заочное обучение. И уже дальше, получив нормальное качественное образование в другом институте или университете, вы можете работать либо судьей, либо другими вещами. И опять же, вы туда поступаете, не думая обо всяких хига. То есть, если мы говорим о сути бытия человеческой, да, то есть, рано или поздно мы все заплатим денежки, то мой бы вам вариант, чтобы это было не сильно задорого, прийти сюда, посмотреть, и, возможно, ваш киндер стал бы неплохим человеком по сути событий.